всем здравствуйте всех вас рад видеть на канале сегодня посмотрим все аквариумы на моей разводни что же сейчас происходит в них надеюсь ролик будет не слишком длинным ну уж как получится давайте начнем с вот этого стеллажа здесь вот как всегда у меня отстаивается вода часть воды я уже забрал отсюда в этом аквариуме производители тернеции барбусы скоро их буду сажать на нерест уже приготовил некоторые нерестовики здесь вот таракашки им вот укрытия нужны прячется они все время ну и вот один парчовик такой грозный очень но еды ему явно здесь не хватает барбусы объедают всех в этом грязном аквариуме неоны родостомусы и лорикарии я вот установил белиненую трубочку надеюсь что скоро они от не рестятся ну а неоны и родостомусы чувствуют себя здесь замечательно в этом аквариуме анцитрусы в основном вуалевые все простые уже практически продались ну и вуалевые анцитрусы тоже потихоньку продаются здесь вот рыбасиков побольше здесь и коридоросы разных видов подросли так уже неплохо возможно еще пару месяцев и можно будет посадить их на нерест кстати анцитрусы здесь тоже очень хорошо подросли такие уже большенькие стали ну тернеции здесь вот все самцы самцы довольно таки хорошие кроме красных красный вот что-то не очень нужно будет еще попробовать в этом аквариуме вот тернеции самочки тоже самочки очень хорошие скоро вот я их тоже буду сажать на нерест ну и вот вишневые барбусы здесь тоже самочки давно их не сажал смотрите какие пузатики они еще и объели сейчас мотылем их кормил здесь кстати вот анцитрусы что-то не показываются супер-ред анцитрусы простые я скоро им установлю сюда глиняный горшочек возможно они от не рестятся ну и здесь ферма для анцитрусов там вот горшочек привычный да такой вазочка можно сказать для цветов там уже шевелятся мальки можно сказать нужно будет срочном порядке пересадить их вот здесь вуалевый анцитрус посмотрите какой хвост но этого папаша там тоже личинка тоже ее нужно будет оттуда забрать буду искать место куда их пересадить здесь немного грязные стеночки но все-таки видно посмотрите как барбусы подросли я часть отсюда продал простых всех реализовал ну вот здесь чуть-чуть осталось простых суматранцев ну и красные суматранцы тоже продаются довольно таки неплохо тернеция мальки тоже посмотрите как они подросли я их кормлю резаным трубочником артемий и сухим кормом кормлю три раза в день так вот по чуть-чуть ну чтобы вот животики они так набивали довольно таки плотно и рост очень хороший ну еще вот покажу вам ларикарий вот крайний нерест был живите подрастает все отлично слил у них довольно таки много воды вот чуть-чуть залил еще вечером тоже чуть-чуть залью сюда свежей отстойной воды так потихонечку будет добавлять ну и аквариум с коридоросами и конечно же с черными меченосцами они по-моему еще чуть-чуть подросли уже такие гигантополусы становятся особенно у самец посмотреть сантиметров 10 точно он есть хотя и самочки тоже здесь такие крупненькие анцитрусом здесь по прибавилось я сюда и валевых анцитрусов тоже пересадил надеюсь что здесь все будет хорошо что все подружатся особенно вот анцитруса давайте вот этот стеллажик перейдем быстро пробежимся потому что я в последнее время его довольно таки часто показывал смотрите как золотистые сомики еще подросли ну и уже мальков неона тоже видно здесь растут очень хорошо ларикарии такие да большенькие подростки тоже вот ищу место скорой буду пересаживать ну и здесь чуть-чуть поменьше ларикарии я их как бы объединяюсь буду в один такой аквариум побольше пересаживаю голубой неон получилось у меня их развести развожу регулярно их это вот от одной самочки у меня там две самочки одна дает икры но очень мало здесь наверно плохо будет видно здесь мальки тернеции в основном красная тернеция я только сегодня установил аэрли забрал этот аэрлифт у анцитруса в этом в ресничке тоже тернеция мальки но здесь совсем мало тоже нужен аэрлифт пока у меня его нету ну вот эту тернецию нужно пересаживать у меня там еще аквариумы не освободились посмотрите какая здесь плотность посадки 25 литров ну здесь штук пятьсотых наверно точно есть подмены сделаю здесь каждый день мы здесь тоже тернеция я здесь чуть-чуть под освободил и они сразу пошли в рост здесь тоже стараясь подмены делать каждый день анцитрусы мальки вечером буду сифонить дно в этом аквариуме тоже анцитрусы растут неплохо тоже вечером я делаю сифонку дна обязательно и подмену процентов двадцать каждый день растут очень хорошо кормлю их только артемий здесь самый грязный аквариум среди анцитрус установил уже такой большой аэрлифт сегодня тоже у всех вот сделаю уборочку подмену этих мальков я вот вчера не делал сифонку дна видите какая грязь ну а здесь пара больших анцитрусов я тоже хочу этот аквариум освободить на растение распределить по разным аквариумом и под анцитрусов тоже возможно и под тернецию там уже будет видно в этом пластиковом боксе тоже неоны и анцитрусы он они там ближе к аэрлифту валевая анцитруса может быть там часть простых будет ничего страшного пусть вот вместе подрастают здесь тернеция растет все отлично все хорошо в этом пластиковом боксе мальки тернеции и здесь их побольше здесь такое приличное количество то не по дну плавают собирают артемий но они уже все артемию скушали здесь давайте вот этот стеллажик перейдем вишневый барбус посмотрите как буквально вот пару дней как он подрос большом аквариуме сразу да в рост он пошел ну и воды как я сказал здесь потихонечку по пол ведерочка доливаю здесь тихо тихо суматранцы объелись мотыля здесь еще где-то и анцитрусы тоже вот один самец попугайчика плавает тоже скоро буду сажать барбусят на нерест в этом 200 литровом аквариуме голубой не он уже просится на нерест ну конечно шучу еще пару месяцев но у нас уже будет жара вряд ли их смогу развести но еще и здесь и черный не он плавает где-то там вон вишневый барбус один еще попал может быть парочку и анцитрусы вуалевые ну конечно же растения неоны вот в аквариуме с растениями смотрится просто шикарно давайте вот сейчас здесь посмотрим смотрите какая красота черный неон в аквариуме с растениями если было еще побольше здесь растений то было бы вообще просто сказка и снова тернеция здесь уже такой яролашек ну и тоже они так подросли тоже неплохо сегодня тоже буду здесь производить уборочку ну и в этом аквариуме тернеции еще чуть-чуть отберу себе на производ и остальных всех реализую кстати нужно будет включить фильтр что-то отключился все отлично ну и давайте перейдем в этот стеллажик здесь тоже видите вода отстаивается обязательно для подмены всем рыбкам ну и в этом аквариуме посмотрите меченосцев сюда пересадил тоже вам показывал смотрите самочка уже просится нужно ее отсадить говорит вот малечка у меня хочу принести потомство ну конечно я ее просьбу выполню она здесь не одна такая снежинки тоже здесь акклиматизировали все отлично ну гурами здесь едят за пятерых можно так сказать каждой гурами пузяки у них там жаль вот они не подплывут не видно их ну и анцитрусы вуалевые здесь их так под прибавилось наверное штук 15 сейчас также чуть-чуть здесь еще черного неона плавает скоро буду заниматься чисткой оргстеклянных стеночек а то вот все заросло в этом аквариуме в основном желто-черные малинезии потихонечку продаются ну и меченосцы также анцитрусы вуалевым там снова самец наверное самочку зазывает хотят от нереститься пусть нерестятся ну и растения тоже растут здесь довольно таки хорошо вообще все растения у меня растут в последнее время неплохо я даже вот свет включая буквально на 4 часа чтобы они ну не слишком быстро росли здесь так проводов много ну надеюсь будет видно здесь вот тернеции красные барбусы тоже красные чуть-чуть зеленых есть ну и растения растения тоже по чуть-чуть я продаю валиснерию дубок лишнюю криптокарину тих-тих тоже растения покупают вишневые барбусы здесь в основном в этом аквариуме ну и анцитрусы тоже здесь есть подрастают но вот в этом аквариуме как-то они не очень быстро растут может быть здесь прохладнее так как отопление у меня еле-еле работает уже потому что там вот сверху да аквариум там уже вишневые барбусы догодняют их по росту ну посмотрим надеюсь что в росте не будут останавливаться кормлю их очень хорошо и артемии с сухими кормами и резаным трубочником ну вот что-то как-то не идут слишком быстро в рост ну и неон черный крупный черный неон меня попросили оставить около 200 штук но здесь побольше наверное здесь 400 наверное 500 штук есть ну потихонечку вот в розницу тоже я сейчас и объявления начал давать вот так весна с доставкой на дом доставку делаю такую вот сколько люди могут дать за доставку столько и дают я думаю это для всех очень хорошо гуманно если можно так сказать хотя вряд ли это слово здесь можно применить ну и здесь посмотрите как подросли попугайчики еще подсвечу вот так немного уже такие большенькие да сантиметра два с половиной три некоторые растут очень быстро кормлю их трубочником и сухим кормом все никак я их отсюда не пересажу ну потому что места нету я их боюсь с неонами сажать вдруг они там будут ругаться как бы не рискую ну и давайте вот этот стеллажик еще перейдем посмотрим посмотрите как здесь подросли черно-желтые малинезии снежинки здесь есть причем снежинки есть красноглазые это просто шедевр можно сказать нужно будет ее выловить и в тот большой аквариум пересадить неоны здесь есть еще баллончики в общем здесь яролаж такой улиток тоже здесь довольно таки много все растут хорошо чувствуют себя они здесь замечательно ну и в этом аквариуме тоже баллончики в основном здесь и мальки рождаются растут постоянно я даже там самок не отсаживаю они прямо здесь рожают все экспериментирую вот с баллончиками ну пока так должен сказать результаты не очень ну по крайней мере мне мои результаты не очень нравятся вот пока вот ключиков к этой рыбке я не подобрал хотя это уже вот все рыбки моего разведения то есть уже мое поколение ну посмотрим будем экспериментировать ну и в этом аквариуме тоже мальки здесь мальков довольно таки много ну и самочку вот в основном сажаю на нерест и они мне приносят постоянно мальков пусть нерестятся в этом большом аквариуме побольше приносит мне мальков я буду этому очень рад ну а вас всех благодарю за то что смотрите мои ролики комментируете ставите лайки огромная всем вам за это благодарность пусть у вас все будет хорошо ну и все будет хорошо